Добрый день! Как я уже писал в анонсе, это большая для нас потеря, хотел бы сказать несколько слов, я читал комментарии, очень многие почему-то повторяют из комментария в комментарии по поводу реальной причины ухода Эдварда. Мы в своем официальном анонсе попытались максимально искренне быть с вами, если вы возьмете пресс-релиз от других команд, чаще всего игроки покидают команду по причине учебы, потому что они уходят в инактив и так далее и тому подобное. Все причины одинаковые и никогда не раскрывается сама суть. Мы же назвали самые основные первопричины ухода Эдварда. Первое, наверное, наиболее главное, то, что за полтора года так у них и не получилось найти общее игровое понимание с Генжей. И второй момент, то, что Эдварду не нравилась атмосфера, которая царила в команде последние полгода. Это реальные обстоят дела, именно поэтому Эдвард покинул. С нашей стороны могу сказать, что никто из нас не хотел, чтобы он уходил. Он прекрасно об этом знает. Это, скажем так, было его личное решение. Ну, кроме как пожелать ему удачи, больше нам ничего не остается. Каждый из нас теперь идет своим путем. Надеюсь, что и он, и мы будем по-своему успешны. И победы будут сопутствовать как нам, так и его команде. В данный момент вы тестируете нового игрока, Андрея Даркера-Плечистого. Как ты вообще оцениваешь его выступление на прошедшей неделе ЛКС? Ну, когда мы предложили Даркеру попробовать себя в роли пятого игрока в нашей команде, сразу же было озвучено, что у него есть в качестве испытательного срока два турнира. Это ЛКС в рамках Дримхак и ЛКС в рамках Москвы. По результатам Дримхака, в целом, я, наверное, больше доволен. Да, мы проиграли две первые игры в первый игровой день, но не стоит забывать, что, во-первых, наша команда всегда достаточно тяжело раскачивается и входит в ритм. И, во-вторых, когда полтора года не происходит никаких изменений здесь, буквально за пять дней до турнира меняется пятый игрок, достаточно тяжело перестроиться. При том, что мне понравилось, как Андрей выступил на турнире хотя бы с той позиции, что для него это первый крупный лан-эвент, и он сразу же попадает в атмосферу, скажем так, одного из самых больших фестивалей в мире. При этом мы в первую неделю сталкиваемся со всеми грандами. Если бы это была неделя, где у нас два матча, это одно, а первый для него опыт и сразу же супер-вик, и он встречается со всем топом европейским по лолу. Ну, в целом, я больше доволен чем. Посмотрим, что будет на Москве. После этого мы уже анонсируем наше решение. По итогам этого сезона решится, кто пройдет на финалы третьего сезона. Представители Европы будут на этом турнире два, и что вы будете делать, чтобы как минимум повторить результат весеннего сезона? Мы планировали усиленные тренировки, и, скорее всего, на август они придутся. Мы хотели не покидать Кёльн, начиная, наверное, с начала августа и вплоть до Gamescom. И наиболее плотный график будет тренировок из домов по интернету. К сожалению, там, повторюсь, для тех, кто следил, знает, из-за ограничений по визовому режиму мы не можем пребывать постоянно в Европе и тренироваться в гейминг-хаусе европейском. Поэтому мы вынуждены постоянно путешествовать. Сейчас же мы, но в августе мы можем себе позволить, там, две или три недели безвыездно пребывать там. Поэтому сейчас наша основная задача занять первое-второе место в таблице турнирной и закрепить эту позицию за собой вплоть до последней недели. Ну, а уже плей-офф расставит все точки над «и». Как ты уже упомянул, на следующей неделе, да уже даже на этой неделе, состоится ивент в Москве. Что ожидает наших фанатов, которые придут поддержать нашу команду? Я встречался с представителями российского офиса «Райт», и мы со своей стороны очень хотим, чтобы как можно больше нам дали времени для общения с вами, для того, чтобы мы могли раздавать автографы, фотографироваться со всеми желающими, для того, чтобы мы могли, если это будет возможным, сделать что-то из разряда конференций, но с фанатами вопрос-ответ. Вот, но по максимуму все три дня, так как мы будем, у нас будет всего лишь три матча, мы все наше свободное время максимально посвятим именно вам. Поэтому тот, кто хочет прийти, там, получить ответ на интересующий вас вопрос, может быть, какой-то совет, сфотографироваться на память, мы будем только рады приходить. Мы никогда не отказывали никому, и это первое, наконец-то, мы очень долго ждали, чтобы было что-то в России, у нас дома. Это первый ивент. Мы всегда уделяем много внимания европейской публике, так как все турниры в Европе, в Америке, в Китае. Теперь мы хотим с большим удовольствием, как бы, уделим внимание вам. Поэтому все, кто сможет, приходите все три дня, мы там будем, и не только в игровое время, но и вне его. Ну, ты, пожалуй, ответил на самые важные вопросы в контекстах этого сезона. Что бы хотел сказать напоследок? Напоследок? Ну, наверное, касаемо ЛКС Москва, хотел бы попросить прийти всех, хотя бы раз, чтобы мы были не в атмосфере давления, когда мы всегда играем в чужих стенах. И вот, наконец-то, там, за полтора года, первый раз, мы сыграем у себя дома. Хотел попросить вашей поддержки, чтобы все, кто могут, в любой день, когда вы можете прийти, придите, как бы, и покажите то, насколько сильное у нас фанатское движение. Потому что, ну, даже вот, если взять весенний сезон, было, конечно, ну, так, мягко говоря, неприятно, когда болели не за красивую игру фанаты, а болели в одни ворота за Фнатик, мы, скажем так, показывали анманерное поведение. Нет, мы не хотим, чтобы поддерживали только нас. Я хочу, чтобы болели за красивую игру, но за нас в том числе особенно. Нам это будет важно, и мы хотим встретиться с вами, скажем так, и пообщаться уже в более нейтральной, неформальной обстановке, не через интернет, а вживую. Продолжение следует... Продолжение следует...